на днях звонит мне по скайпу мальчик вроде парень завод али давид фамилию не помню там и не было я еще думал что за имя такое странное то ли али то ли давид он просил помочь ему с экзаменом по математике у них там странные такие задания немцы повернуты на вот этой веревочки с 12 с 12 узлами с помощью которой древние египтяне строили свои квадратные пирамиды квадратные в основании то есть прямой угол надо было строить и немцы искренне думают что будущим рабочим которые закончили техникум там у них называется раэль шули то есть реальная школа это наше птву что им этим рабочим реально понадобится вот эта техника то есть методика определения прямых углов и они этому али давиду на экзамене он пытался поступать техникум дали такую задачку определить будет здесь угол прямой или нет вот если он колышек или там гвоздик вобьет не точно в узел видите синенькие точки это узлы немножко промахнется будет угол прямой или нет и нужно было доказать ну допустим что будет или допустим что не будет в общем определить и доказать парень конечно засыпался потом пришел домой спрашивал меня как решить ну толку то от этого конечно он сильно опечалился да у нас тоже есть даже умные люди которые сильно печалятся когда у них какие-то проблемы некоторые просто засыпают не в настроении что называется на от усталости падают некоторые в лес идут отдыхать а некоторые берутся за ручку и начинают усиленно заниматься вот этих я особенно уважаю очень я не люблю тех людей которые сразу стрелять начинают например был такой в бытность моем учебы на фистихе поле вассерман все время порывался всех расстрелять до сих пор пытается видите умный казалось бы мужик вроде все все знает а все равно тянет пострелять вот я считаю что негоже такими людьми быть да надо быть красивыми надо отличаться чем-нибудь от других но можно прикидом да можно мозгом отличаться кто чем умеет главное это думать если у вас какая проблема ну как например у этого олидовида он кстати отличался гиперактивностью то есть был не усидчивый видим мы какая-то то ли генетическая поломка то ли как называется дцп типа там что-то при рождении мозг задело да у него там и многих людей сейчас где-то каждый десятый ребенок в мире он страдает этим синдромом дефицита внимания то есть гиперактивный но в общем то хулиган и двоечник если по простому пишите мне по скайпу я попытаюсь вам решить задачку мой skype решение 1 1 вот али давид сказал что он искал репетитора вот по этим ключевым циферкам 3 4 5 он так и набрал репетитор но там правда по-немецки это было как это звучит нахильфе по моему тогда то есть репетитор на немецком языке нахильферер 3 4 5 он набрал и вот вышел на мой телефон естественно потом посмотрел методы султанова понял что как раз тот человек который может ему помочь это я вот недавно рассказывал как разбираться с производной с тестами на айкью чем они там отличаются чем связаны как быстро корни извлекать сегодня расскажу как я ему объяснил но для тех кому интересно конечно да может быть я неправильно объяснил что у него такое настроение дурацкая был почему там будет угол не 90 градусов но это предположение да посмотрите одна сторона 2 и 7 если возвести в квадрат и прибавить вторую сторону то есть второй катет 4 3 в квадрате не получится 5 в квадрате да почему если бы получилось то понятно по тереме пафагора точнее по обратной тереме пафагора получился бы прямой угол так не получается вот это надо было доказать что не получается он пытался там что-то заводил в квадрат сначала просто на 2 умножил ну потому что многие школьники думают что возвести в квадрат это то же самое что на 2 умножить в общем и так не получалось и всяк он полчаса с этой задачкой мучился я ему сказал что следующий раз надо действовать так 7 в квадрате 49 да на на конце девятка верно 3 в квадрате тоже 9 верно то есть последние циферки тут девятки будут 9 плюс 9 на конце будет в сумме 8 то есть если возвести в квадрат то есть 7 на 7 умножить 3 на 3 умножить там и так далее сложить получится на конце цифра 8 то есть никак не совпадает с пятерка в квадрате выше 5 в квадрате 25 как ни крути там восьмерки в конце никак не получится вот в общем то вся задача и не надо для этого умножать 2 и 7 на 2 и 7 это долго а главное что такие дети с нарушениями мышления они конечно запутываются они не только умножить не могут 2 и 7 на 2 и 7 они даже честно говоря сложить порой правильно не могут такие числа и на рынке у них большие проблемы потому что они даже два килограмма картошки только купить не могут не могут сообразить сколько будет стоить 2 килограмма если один килограмм скажем 2 и 7 то есть 2 евро 7 7 десятых и евро центов они уже не могут сообразить сколько 2 килограмма будут стоить на калькуляторах немногие из них умеют считать потому что с детства ненавидят калькуляторы у них отвращение к этому они просто на слово верят обычно считают выше своего достоинства считать ну вот для таких как раз и нужны репетиторы главное это не экономить тогда у ребенка не появится депрессия не появится желание стрелять во всех вокруг звоните мои дорогие помогу счастливо пока